Область исследования. Органы грудной клетки, брюшная полость, забрюшинное пространство. Контрастное усиление не проводилось. Грудная клетка. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Слева в С2 группа гематогенных очагов по типу дерева в почках, диаметром до 2-3 мм, с общим размером 62 на 58 на 59 мм. Легкие расправлены. Ход и проходимость трахеи главных и долевых сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Брюшная полость из-за брюшинного пространства. При анализе результатов использовано построение в аксиальной, сагитальной и фронтальных плоскостях. На серии МСКТ органы брюшной полости из-за брюшинного пространства с пероральным контрастированием. Желудок обычных размеров правильно расположен и в упадке жидкого контраста своебременно, без особенностей. Печень увеличена. КК РПД. Краниокудальный размер правой доли 166 мм. КК РЛД. Краниокудальный размер левой доли 72 мм. Контуры четкие, ровные, нативная плотность . Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров правильной формы. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Селезенка не увеличена. С четкими ровными контурами без RG контрастных очагов. Поджелудочные железо обычных размеров с четкими контурами. Паренхима однородна. Версунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены. Паренхима однородна. Чащина лоханочная система не расширена. Сосудистые ножки почек. Паранефральная клетчатка структурна. Рентген-контрастные конкременты не определяются. В синусе левой почки единичные кисты размером 15 на 12 мм. Стенки их тонкие, ровные. Селезенка обычной структуры и размеров. Абдоминальные забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Грудное и поясничные отделы позвоночника. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения. Явление субхондрального склероза в замыкательных пластинках тел позвонков. Снижение высоты межпозвоночных дисков в каудальном направлении. Тенденция к формированию клевовидных разрастаний. Заключение. КТ-картина диссиминированного поражения верхней доли легкого легкого, более вероятно ТБС. Гепатомигалия, кисты левой почки босниак-1. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного и поясничного отдела позвоночника. Рекомендована срочная консультация афтезиатра. Пациент был консультирован у афтезиатра. Диагноз туберкулеза подтвержден высимом микобактерии. В настоящее время пациент получает соответствующую терапию. Редактор субтитров А.Семкин